Речь полна величия, гордой простоты, В ней прекрасных слов богатства, сила красоты. Потому поэта слушай, будь прилежен впредь, Чтоб могучей русской речью хорошо владеть. Сегодня на уроке литературного чтения Мы будем не только читать, Но мы будем с вами еще исполнителем И немножечко художником. Ребята, на улице сегодня морозно, Но в классе тепло и уютно. И я хочу, чтобы вы получили хорошее настроение От нашего урока. Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром. Кто же не знает этих слов? Наверное, только тот, кто ни разу не был в школе. Скажите, пожалуйста, а кто же автор этих слов? Кто написал? Ну, пожалуйста, да. Александр Сергеевич Сергеевич Сергеевич. Не имя. А еще какие урока? Александр Леон. Не воротник. А написал этот пайс Сергей Сергеевич Александр Исеник. Именно с творчеством этого поэта Мы посетим сегодняшний наш урок. В раннем дексте Сергей Исеник Продил природу. Ему был дорог каждый уголок своей родины. И поэтому его стихи пронизаны Верическими ножками. В каждом его стихотворении Мы слышим звуки природы. Мы видим их красотой. Здесь вы видите родителей Сергея Исенина. Это дом, в котором он родился и вырос. Сейчас там находится музей. А вот это школа, в которой учился Сергей Исеник. Сейчас у нас уже, да? Вот таким похвальным листом Он был награжден после завершения учебы. Вот это сборник произведений, которые первые стихи, которые были напечатаны. Первые стихи Сергея Исеника. Посмотрите, в каком году он был напечатан? 1921 год. 1921 год. Хорошо. Это старший наибал. То есть это было очень давно. Ну, Сергей Исеник начал писать очень рано. Ему было всего 9 лет, когда были написаны его первые стихи. То есть он был примерно такого же возраста, как и был. А как вы думаете, почему его называют певцом? Потому что он писал, потому что там были тип стиха. Они так, еще. Какие эти стихи? Писание не родных. Они напоминают музыку. Они напоминают музыку, возможно, да. Об этом мы сегодня узнаем. Мы с вами поподробнее. Посмотрите, какое растение изображено у нас на... Черемуху. Черемуху. Как вы думаете, почему? Несмотря на то, что у нас вроде бы зима, а здесь у нас появилась черемуха. Можно еще раз с них. Скоро, скоро весна. Скоро весна наступит. Да, скоро весна наступит. Так, а еще, почему я именно черемуху здесь взяла? Не подснежница, а черемуху. Потому что Есенин любил черемуху. Возможно, он любил черемуху еще. И у нас есть черемуху. Очень много людей. Потому что у нас произведение называет черемуха. У него есть произведение, которое называется черемуха. Именно это произведение мы с вами сегодня будем изучать. Сейчас вы услышите это произведение, и когда оно будет звучать, вы попробуйте представить те картины, о которых идет речь. Приготовились, снимайте, и мы послушаем. А медвяная сползает по коре, под ней зелень пряная сияет в серебре. А рядом у проталинки, в траве между корней, бежит струится маленький серебряный ручей. Черемуха душистая, развесившись, стоит. А зелень золотистая на солнышке горит. Ручей волной гремучую все ветки отдает. И вкратчила под кручую ей песенки поет. Сергей Есенин, 1915 год. Стихотворение черемуха. Какие же чувства у нас возникли? Какие картины вы увидели? Это стихотворение, Каролина. Она добрая черемуха. Ласковая. Ласковая. Еще. Мы увидели красивая. Красивая. Мы увидели черемуху. Какой вы ее увидели? Красивая. Она когда... Данила отвечает. Данила отвечает. Красивая. Красивая. Ты увидел жасминки. Я увидел черемуху, очень красивый. Какой ты красивый? Старый. Жасминя. Красивый. Хорошо. А вот вспомните сну, когда цветут сады, ярко светит солнышко. В это время года небо удивляет нас своей чистотой. Оно голубое-голубое. Возуф прозрачен, чистый, влажен. И вдруг в эту радостную пору мы ощущаем приятный аромат черемуху. Вспомните это приятное ощущение. И скоро, совсем скоро это нас с вами ожидает. И уже сейчас, в этом году мы сможем по-новому воспринимать эту весну. Потому что мы знаем стихотворение Сергея Лисенина. Итак. Какое же чувство вызывает это стихотворение? Ласковое. Какое настроение вы почувствуете? Вот вам для образца есть. Липующая, восторженная, шутливая, печальная. Полина спокойная. Веселая. Печальная. Рома? Веселая. Праздничная. Веселая. Веселая. Данил? Веселая. Веселая. Кирилл? Радостная. 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 Веселая. Мечтательная Каролина? Радостная. Радостная. Диана? Веселая. Веселая. Саша? Спокойная. Спокойная. А что же хотела нам показать? Ликующее, восторженное, праздничное и радостное настроение. Почему? Так же сильно говорит она. Ликующее, ну что весна настала, и все поют, птички поют, ветер спает. Так, что происходит весной, Каролина? Снег тает, все оживает. Природа оживает. Природа оживает, и поэтому все вокруг радуется. Хорошо. Так, а какие чувства возникли в вашем сердце? Он и покатал автор. А в вашем сердце какие возникли чувства? Спокойствие. Спокойствие. Ликование. Ликование. Печасть. А в чем печаль? Потому что там скучно рассказывается. Спокойствие. Спокойно рассказывается. Спокойно рассказывается. А сожаление о чем ты можешь сожалеть на стихотворении? Слыша на стихотворении. О чем можно сожалеть? Я о чем? Вот это ж сожаление. Яна. Ана Александровна, что значит ликование? Ликование, то есть все очень рады. Не просто радость, это безумная радость. То есть очень сильно радость, это безумная радость. А сожаление. Ликует, да? То есть все радуются опять же. Изумление. Изумление. Так. Это ваши чувства. Сейчас посмотрите. У вас на столе лежит текст стихотворения. Найдите его. Просмотрите глазками и найдите непонятные слова. Их вы можете подчеркнуть. У каждого свой листочек. Подчеркните те слова, которые вам оказались непонятны. Вы вам непонятны? Так же, Смин, что уже нашла? Метриарные. 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 Так, еще какие? Есть у кого-то другие? Пряная. Пряная. Кручей. 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 Так. Ваня. Пряная. Пряная. Другие есть чувства? Водан. Проказчики. Что? Горит. Горит. Да, это вкратчиво. 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 Хорошо. То есть что же обозначают эти слова? Вам поможет сейчас второй листочек, который у вас лежит на парке. Смотрите, вот такой листочек. У вас две колоночки. В одной есть слова. Эти все непонятные вам слова. В другой их значение. Попробуйте соотнести непонятные слова с их значением. Также карандашиком рисуйте стрелочками. Карандашиком попробуйте соотнести. Как вы считаете ваше мнение? Если кто-то ошибется, ничего страшного. Мы с вами учимся. А то мы с вами это объясним. Роса медвяная. И какое-то значение. Попробуйте. Что это? Какое сортование подойдет для этого? Роса медвяная. Ароматный запах. Амезу совершенно верно. Второе слово. Зелень пряная. Пляная. Пляная. Какая зелень пряная? Какие варианты есть? Соскым ароматным. Соскым ароматным запахом. Попробуйте. Соскым ароматным запахом. Проталинка. Соскым ароматным запахом. Место, где растаял снег. Место, где растаял снег. Соскым оказалась земля. Вот эта земля есть. Проталинка. Следующее слово. Волна тревучая. Несающий облом для сутки. Так. Проверяем. Так. Совершенно верно. Обдает. Обливается все в сторон. Обливается все в сторон. Хорошо. Проверяем. Так. И последнее слово. Страдчиво. Соскым ароматным запахом. Так. Проверяем. Осторожно. Заберите на тихо. И последнее слово. Под кручей. Под обрывом. То есть кручей это большой обрыв. Так. Теперь непонятные слова нам ставим. Понятно. Понятно. Эти листочки мы будем оставить у себя. Итак. Как вы думаете? Сейчас еще раз посмотрите на стихотворение. Посмотрите еще раз на стихотворение. Какие части можно в нем выделить? Какие картины нам нарисовал художник? Черемуха. С весной расцвела. Черемуха есть. Еще есть. Черемуха душистая. С весной расцвела. Еще есть. Кудри. Еще. Но это к черемухе относится к кудри, да? А еще что есть? Серебряный ручей. Серебряный ручей. То есть две основные картины. Это черемуха душистая и ручей. Черемуха душистая и свесной расцвела, и ветки золстистые, стопудри для дела. Кругом роска медвяная, холзая по коре, под ней зелень пряная сияет в черемле. Вот она. Здесь идет что? Здесь все описание черемухи. Обязание черемухи. Так. Какие слова использует Сергей Есенин для описания черемухи? Росандая. Росандая. Это описание. Так. На ней есть росандая. А сама она какая? Сама какая? Настя. Сама какая? Сама душистая. Душистая. Кудрявая. Кудрявая. Сигелатистая. Ветки золотистые. Вот они. А как называется? Кто помнит? Как называются вот эти вот слова? Ветки золотистые, кудри, черемуха душистая. Это что такое? Украшает нашу речь. Украшает. Селегательные. Это прилагательные. Хорошо. С русским языком прилагательные. А лидературные? Селеги. 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 Маленькие. Маленькие очень. Да, маленькие. Так. А есть у нас еще один кусочек, где говорится о ручье. Ручье воногремучее все вверх. Так. Слушай, что читай. Ручье. Ручье воногремучее все вверх и вон дает. И вкачет под ключей ей песенки поет. Что случилось с ручьем? Сначала он был? Он был маленький. А стал большой. Ручье воногу. Давайте все книги в лесу. А стал большой. Большой тут снег больше. Совершенно верно. Снег растаял. То есть вначале у нас в этой части стихотворения показано что? Соспитаемый. Начало весны. Начало самой весны. А в конце? В конце он же то, что снег уже не растаял. И ручей. То есть уже поздний вес. Да. Да, снег уже растаял. И ручей напитался водами, да? То есть показывают движение. Как весна у нас промчалась, да? От самого ее начала до? До конца. До конца. Так, а послушайте, черепуха кудри завела. А про кого можно еще сказать кудри завела? Это как береза, береза. А про кого можем кроме березы сказать? Кудри. Про нас. Про кого нас? Про нас, про миши. Про девочек, да? Про девушку можно сказать. Девушка. Девушка завела кудри, да? То есть получается автор. А вот девушка, это тоже девочка. Он ее олицетворяет, да? Он ее соотносит с девушкой. Черепуха. Через черепуху он описывает нам образ, в образе черепухи, в образе девушки, да? А вот, да, и где юноша у нас находится? Он бежит. Бежит? Брится. Рядышком, да? Рядышком. Мы можем сказать, что он, а для чего он рядышком бежит? Что он дает этой черепухе? Вот нарастет черепуха, он дает ей водички, да? А водичка, да, березе? Силу. Силу, да? То есть он ухаживает за ней. Рядышка. То есть посмотрите, на примере растения, на примере природы, автор нам показывает и отношения девушки и юноши, да? Вот они так в природе, они же рядом находятся, так и девушка с юношей, они ухаживают друг за другом, да? Вот что вы увидели в этом стихотворении, помимо простой березки. Но, оказывается, это стихотворение очень понравилось не только нам, читателям, оно и очень понравилось еще и композиторам. Но перед тем, как мы с вами узнаем, как это стихотворение могло понравиться композиторам, мы с вами немножечко отдохнем и разогнемся. Для этого мы сделаем с вами физкульт, минуточку. Давайте все вместе встанем. Скажите мне для начала, пожалуйста, а следите, вы сейчас цветы, то есть сейчас розы, обезьянчики, ромашки, колокольчики, и так, все цветочки у нас весели. Вземлю. Вземлю, веселье, веселье. Уже не весели. Не знаю, они выросли. Они уже чуть-чуть выросли. Да, с вами. А сейчас наши цветочки пробуждаются. Они деколечко поднимаются, подтягиваются, 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 улыбаются, солнышко. Еще, еще улыбаются, улыбаются. Начинаем покачиваться вправо, влево, розы, ромашки, колокольчики. Молодцы, хорошо, замечательно. Еще, еще покачиваемся, покачиваемся. Ветер разбирался, мы сильнее покачиваемся. Сильный ветер. Завьюши, колокольчики, а то у нас окружились, ромашки, розы, колокольчики. И опять свистели, и опять свистели. Посидели, перескали метель, у которой местной тоже порой бывает. Сейчас они начнут танцевать в паре. В паре они начнут танцевать вокруг второго ряда. Кружающимися движениями пошли все. Розы, красивые ромашки, колокольчики, колокольчики. Молодцы, молодцы, через две цветочки наши прицелят на свои места. Ну а сейчас мы продолжаем улыбку. Давайте подарим друг другу свою улыбку и начнем продолжить улыбку с хорошим настроением. Посмотрели друг другу, друг другу. Итак, сегодня у нас последний день зимы, а завтра первый день весны. Вы уже послушали стихотворение, вы уже постарались почувствовать вот то состояние природы, которое придаёт поэт. Я вам открою секрет, что настолько это стихотворение понравилось композиторам, что мы решили сочнить музыку, мелодию, и данному стихотворению. И самое-то главное, не один композитор сочиняет, а несколько вариантов есть это в музыке. То есть много композиторов на свой лад свою музыку сочиняет. Сегодня мы с вами послушаемся с двумя такими музыкальными вариантами. Но перед началом я хочу вас спросить, ребята, а знаете ли вы, что такое романс? Слышали вы раньше такое слово? Да. Кто-то да, кто-то нет. А кто может предположить, что это такое? Это песня или уже нет песен? Это романс. Это романс. Это что-то серьезнее, глубже, или это что-то детское? Нет, это серьезное. Серьезное, более взрослое уже музыкальное произведение. Совершенно верно. Самое главное, что романс действительно это взрослое музыкальное произведение. Вокальное произведение для голоса, в сопровождении какого-то инструмента. Либо для гитары, либо для партегиана. Романсы воспевают человеческое чувство любовь, а вместе с ней смятение души и радость на голове. Восторг встреч и горечь разруб. Воспоминание о прошлом и надежду на счастье. То есть действительно очень серьезное. Это как цинишки роман. Да, совершенно верно, очень похоже. Создатели романсов были и выдающиеся композиторы, и просто певцы-любители. То есть могли даже сочинить люди романс, которые у них нет музыкального образования. Но их настолько тронуло стихотворение, что они сочинили прекрасную мелодию, получившим официалом романса. Итак, сегодня на уроке мы с вами послушаем романс «Черюнуха душистая» на стихи Сергея Есенина. Слушая романс, ваша задача ответить словами, описать, какая музыка в этом романсе. Вам поможет описать слова, которые находятся в конвертике. Поэтому наша задача – подобрать слова, которые подходят к данному роману. Я вам напоминаю правила слушания музыки. Как мы с вами слушаем музыку? Тихо. Тихо. Потому что музыка не тентит, когда ее не играют словами, да? Тихо. Так что все время напоминает, что за музыка звучит и какой нюанс. Итак, готовы слушать? Да, готовы. Пожалуйста, послушаем. Что за музыку? Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»